Шалом! Расскажу вам один из моих любимых анекдотов. Плыл по морю корабль, попал в шторм, кораблекрушение. Никто не выжил, кроме одного человека. Угадайте, кто выжил? Еврей. Как выжил, непонятно. На какой-то доске доплыл как-то до необитаемого острова. Обжился там, поселился. В общем, через 30 лет нашли его случайно. И вот он показывает всем, где и как он живет. И говорит, вот тут мой дом, вот тут у меня колодец, вот тут у меня теплица, вот тут у меня одна синагога, вот тут у меня вторая синагога. Люди, которые на все это дело смотрят, говорят, «Постойте, вы что 30 лет уже живете один? Зачем вам две синагоги? Вот в эту я хожу, а вот в эту ни ногой». Анекдот совершенно неполиткорректный. В нем нет ни грамма терпимости, или, как сегодня принято выражаться, толерантности. Зато в нем очень точно схвачена одна черта еврейского характера. Умение внятно и громко говорить слово «нет», причем иногда даже громче, чем слово «да». Ну что поделаешь, такой уж мы народ. Скучно нам, когда не с кем поспорить, когда нет яркого контраста. А уж если совсем откровенно, то тут, по-моему, дело не в скуке, а в нашем самоопределении. Мы определяем себя очень своеобразно, а именно методом исключения. Это как? А вот как. Вот нам задают вопрос «Кто вы такие?» И самое первое, что мы говорим в ответ, это, как правило, фраза, содержащая частицу «не». Кто мы такие? Мы… Сначала мы говорим «мы не эти» и «мы не те». И нормальному собеседнику надо иметь недюжинное терпение, чтобы дать нам перечислить все неправильные ответы, пока мы, наконец, не дойдем, наверное, уже ближе к обеду, до того, кем мы таки «да» являемся. Почему? Потому что мы другие. Мы не такие, как все. Откуда это? История, разумеется, из нашей истории. Мы были выбраны Богом из народов мира и освящены им, то есть отделены им от них. Они – идолопоклонники, а мы – не такие, как они. Мы – другие. В отличие от них, мы – народ Всевышнего. Один из характерных текстов, отражающих такое мировосприятие в 147-м псалме. «Изрекает он, Господь Бог, слово свое Якову, уставы свои, законы свои Исраилю. Не сделал он того никакому другому народу, и законов его не знают они». Аллилуйя. А что произойдет? Давайте просто предположим на минутку. Всего лишь допустим. Что произойдет, если он, то есть Всевышний, таки возьмет и изречет слово свое, уставы свои и законы свои не только Исраилю, а кому-то еще? Что тогда? Если вся наша идентичность коренится в нашей исключительности, в том, что мы не такие, как все прочие люди, то это будет смертельный удар по ней. Это конец нашей исключительности и, соответственно, конец нашей идентичности. И конец нам самим, как народу, как уникальному народу. Если Тора дана всем, то кто мы после этого? Чем мы отличаемся от всех прочих народов? Вопрос абсолютно риторический. Именно по этой причине еврейская традиция доходила временами до крайне жестких заявлений в отношении неевреев, пытавшихся или пытающихся, например, соблюдать шаббат или даже просто изучать Тору. В традиционном еврейском понимании Тора во всей ее полноте, в том числе и заповедь о шаббате, это исключительные привилегии еврейского народа, покушаться на которые не позволено никому, причем под страхом смерти. Источник, пожалуйста, Вавилонский Талмуд, татат Санхидрин, лист 58. Разумеется, сегодня в Израиле в субботу отдыхают как евреи, так и неевреи, хотя, конечно, есть и работающие в субботу среди тех и других, поскольку сегодняшний Израиль, слава Всевышнему, не живет ни по Вавилонскому Талмуду, ни по Иерусалимскому. Однако сегодняшний Израиль – это немного другая тема. Вернемся на шаг назад. Еврейская идентичность изначально стояла на исключительности, поэтому конец исключительности евреев – это конец еврейской идентичности в привычном ее понимании, то есть кризис. Теперь давайте посмотрим на Ешуа, имея в виду все вышесказанное. С одной стороны, Ешуа – еврей до мозга костей, плоть от плоти своего народа. Такой человек, как он, мог родиться только в еврейской среде. Он является воплощением всего лучшего, что когда-либо было во всей еврейской традиции, начиная от Авраама и кончая его современниками. Воплощением совершенно уникальным – ни один еврей до него и после него не вмещал в себе все, что когда-либо было вложено Богом в целый народ. И поэтому можно сказать, что Ешу – это весь народ Израиля во лице одного конкретного еврея. Не случайно некоторые пророческие тексты Танаха, которые говорят об Израиле как о сыне, о первенце, о слуге или о рабе Господа Бога. Новый Завет интерпретируют применительно к Ешуа. С другой стороны, этот до мозга костей еврейский мессия, сын Давидов, сын Аврамов, он также агнец, берущий на себя грех мира. Не одного лишь Израиля, подчеркиваю, а всего мира. Агнец как жертва за грех – идея чистая, идейская. Но еврейский агнец как жертва за грех, действенная в равной степени как для евреев, так и не евреев, для всех остальных – вот это нечто новое. Посмотрим на это иначе. С одной стороны, Ешуа – учитель, то есть у него есть ученики. Ближайших – 12. Что значит учитель? Он не греческий философ, который преподает философию, он еврейский рав. У него 12 ближайших учеников, есть также более широкий круг, о котором говорят Евангелие 70. Но все они, естественно, евреи. Более того, посылая их распространять свое послание о Царстве Божьем, он наставляет их в типично еврейской манере. Этих 12 Ешуа послал, дав им следующее указание – «Не ходите в области Гаим и не входите ни в какой город в Шамроне, но идите к потерянным овцам дома Израиля». Сначала дважды говорит о том, куда не ходить, и потом, наконец, куда-таки до идти. К народу Израиля, причем исключительно к нему. В этой картине все – от начала до конца – кошерно и привычно. Так? Так. А с другой стороны, после своего воскресения он посылает своих апостолов куда? Во все народы. Зачем? Чтобы во всех народах найти людей, которые станут его учениками. В каком смысле люди из всех народов станут его учениками? Чему же эти люди, неевреи по национальности, научатся у него? Соблюдать все заповеди, так он сказал, которые он дал своим еврейским ученикам. Наиболее концентрированы все эти заповеди, собранные в Нагорной проповеди. Что же мы там видим? Прежде всего, Нагорная проповедь – это не заповеди в синайском смысле этого слова. То есть, не законы. Ишуа выступает в ней не в роли законодателя, как Моисей, а в роли учителя. Он дает примеры и принципы, иллюстрирующие разницу между праведностью книжников и фарисеев с одной стороны и праведностью Божьей с другой. Праведность книжников и фарисеев требует, например, не убивать. То есть, ты не убийца? Прекрасно, очень хорошо. А Ишуа говорит, что не убить мало. Что, с его точки зрения, убийца и прелюбодей – это не только тот, кто совершил соответствующий поступок, но также тот, кто двигается к этому поступку внутренне. Разумеется, то же самое можно сказать и о воре, хотя Ишуа не упоминал заповедь «не воруй» в Нагорной проповеди. «Вор – это не только тот, кто уже что-то украл, кто уже совершил кражу, а тот, кто украл бы, если бы был уверен, что не будет пойман». Учение Ишуа направлено именно внутрь, на человеческое сердце. Не на то, чтобы научиться обуздывать свои плохие импульсы волевым усилием, гася неправильное действие в зародыше. Его учение направлено на что-то другое. На то, чтобы внутри стать таким человеком, который без усилий ведет себя так, как вел себя он сам, наш учитель. Это, кстати, совершенно неудивительно, что он смотрит внутрь, в сердце. Ведь суть Нового Завета именно в том, что Бог дает нам новое сердце, а не новый список кошерных и некошерных животных. Если с животными и вообще со всем внешним разделить нас на евреев и неевреев можно очень легко, то есть обрезанные налево, необрезанные направо, например, или наоборот, то вот с сердцем-то все гораздо сложнее. Крайняя плоть – ну что крайняя плоть? Чик и обрезал. Причем результат, очевидно, каждому, кто поинтересуется. А вот сердце обрезать – это не чик. И заглянуть туда тоже не так просто. А вот когда заглянешь, то выясняется, что гнев, похоть, жадность и другие человеческие пороки не имеют национальности. И поэтому после своего воскресения Ишуа выходит за пределы Израиля, посылая своих учеников, еврейских учеников, не только в Иудею и Самарию, но и до краев земли. Его учение одновременно и еврейское, и универсальное, чисто еврейское по происхождению своему и первой аудитории, и совершенно универсальное по окончательному предназначению, потому что дано всем, кто пожелает стать его учеником, какого бы народа человек ни был. И вот тут и начинается кризис еврейской идентичности в его мессианском варианте. Если все эти неевреи, тоже ученики Ишуа, и, соответственно, мои братья и сестры, то кто же теперь я? Ведь я же в одной лодке с ними, с неевреями. А если я при этом все-таки остаюсь евреем, то теперь в чем смысл моего еврейства? Как теперь относиться, например, к Торе, которая была фундаментом моего еврейства? Отношение к Торе, на мой взгляд, менять совершенно необходимо. Почему? Потому что она была дана в домессианскую эпоху, пока грех доминировал над человечеством. Ярче всего это видно на примере обсуждения заповедей о разводе. Изначально заповедь Божья, причем заповедь не в смысле закона со всей юридической кухней, которая вокруг любого закона есть, а в смысле принципа жизни. Это оставить отца и мать и прилепиться к своей жене. И также, само собой разумеется, что то, что Бог сочетал, человек разлучать право не имеет. Однако, по жестокосердию нашему мы получили заповедь о разводе. По жестокосердию. Развод – ужасная вещь, но когда сердце ожесточено, то развестись, возможно, лучше, чем жить под одной крышей с человеком, ненавидящим тебя и желающим избавиться от тебя поскорее. Оставаться в такой ситуации вместе может быть просто опасно для жизни, и тогда развод будет, наверное, наименьшим из двух зол. Другой пример – ритуальная нечистота. Синайский завет определяет, что язычники нечисты. Однако в Новом Завете Святой Дух изливается на так называемых необрезанных, и еврейский апостол Кефа, он же Петр, говорит, «Всем вам хорошо известно, что у евреев не принято сближаться с людьми из других народов или приходить к ним домой. Однако Бог открыл мне, чтобы я никого не называл скверным или нечистым». Так что же, неизменно Тора? Или получается, что в мессианскую эпоху все-таки некоторые вещи в ней меняются, меняются так, как того требует сам Мессия? В правиле Мессия потребовать неких изменений? Если он пророк как минимум того же ранга, что и Моисей, то вполне возможно, что таки да, что в эпоху искупления мы имеем Тору Мессии, дополняющую Тору Моисея. «Если я ученик Мессии, то независимо от моего религиозного или этнического происхождения, я принимаю на себя иго его заповедей. То есть учусь его взгляду на вещи, подражаю ему, и моя цель стать как мой учитель». Совершенно нормальная цель для любого ученика. «Если эта цель общая у всех нас, независимо ни от чего, то есть если эта цель общая у всех нас, независимо ни от чего, ни от пола, ни от национальности, ни от статуса социального». Проблема, которую Ешуа представляет для еврея, в том, что он претендует быть центром нашей идентичности. И что в этом своем качестве он совершенно одинаков, как для еврея, так и для грека. «Он лоза, а я ветвь». Впервые эти слова услышали его еврейские ученики, но в них нет ничего специфически еврейского. Эти слова были сказаны каждому из нас, чтобы каждый о себе мог сказать «я ветвь, а он лоза». И вот это то, кто я. «Я ветвь лозы». Тут в этой фразе не идет речи ни о земле Израиля, ни об особой пище, ни об особом календаре. «Прибудьте во мне» – то же самое. Это прежде всего не о действиях, а о внутреннем состоянии, о мыслях, о воле. Не о мясном и молочном, а об отношении, о настрое, о доверии. О духе, а не о плоти, другими словами. Но если Ишуа становится центром идентичности каждого, кто верит в него, то есть мы определяем самих себя через него, то в чем тогда еврейская мессианская идентичность? Она, конечно, вообще есть после его прихода. Конечно, она есть, ведь дары и призвания Божьи не приложены. Другое дело, что еврейская идентичность в Мессии сильно отличается от своей предшественницы. Как мы уже видели до Ишуа, еврейская идентичность стояла на еврейской исключительности. То есть мышление было такое, что мы и только мы, народ Божий, больше никто не относится к Божьему народу. Мы не такие, как все остальные. А что же происходит сейчас? Несколько лет тому назад я купил книгу об иудаизме под названием «Первые у Бога». Автор – американский раввин-реформист Дэн Кон Шербак. Будь автором книги «Ортодокс», подозреваю, название было бы не первое у Бога, а единственное у Бога. В конце концов, именно такое отношение ко всем остальным людям, в том числе и к неортодоксальным евреям, очень часто встречается в ортодоксальной еврейской среде. Что на это сказать? Конечно же, можно окопаться в гетто, причем в гетто, построенном не антисемитами, а собственными руками. Можно глядеть оттуда с высокомерным презрением на весь остальной мир, в том числе и на своих братьев и сестер в Мессии. Можно проклинать всякого, кто посмеет уйти из гетто и грозить этим проклятием тем, кто подумывает пока что еще только сделать то же самое. Можно превратить в такое гетто и все государство Израиль. Страх и железный занавес, все это нам хорошо знакомо. Но единственная ли это модель, хочу я вас спросить, единственная ли это модель, позволяющая нам сохраниться и выжить как народу? Кто мы у Бога? Единственные или первые? Знание первенца в Танахе достаточно почетно и выделяет его обладателя из остальных, но оно не отрицает, не исключает существование всех остальных детей и не унижает их достоинства. Так что лично мне этот вариант, первые у Бога, а не единственные, нравится намного больше. Спасибо и шалом! Субтитры создавал DimaTorzok